Насчет этой истории с главой департамента, с мальчиком, я сразу скажу, что я был в курсе, что готовится эта операция, более того, с этой идеей насчет махинации на эту тему, на конкретную тему. Еще к ней с этой темой заигрывал будущий советник главы администрации, которого я уволил, Кучук, и мы об этом были в курсе, и мы были в курсе, что с того момента мы это держали на особом контроле, тему конкретную, и мы знали, что там будет как будто у кого-то соблазн залезть в коррупционную составляющую. Мы тут приняли меру, чтобы тендера были у нас, закупки электронные, там аукционы, мы предлагаем, чтобы были электронные, хранение все лекарства мы выложили на сайт, то есть меры приняты очень серьезно, чтобы коррупции не было. Одновременно мы открулись на то, что этот человек, госпожа Марченко, подозревается, я думаю, совершенно основательно, получение взятки в крупном размере. Этим делам занимается и СБУ, и прокуратура, и раньше этим делам занималась УВД, поэтому я пригласил главу УВД. Но я хотел еще выяснить, каким образом это все проходило, каким образом могло оказаться, что последние Нового года вдруг всем захотелось быстро потратить деньги, хотя на это было данное гораздо больше времени, было дано. Почему искусственно возникла зоопарка, и почему эта зоопарка позволила конкретному должностному лицу залезть туда, куда никому не разрешено здесь залезать. Я сам был в Рении, то есть в два раза минимум, и два раза спрашивал про эту поликлинику. Мне в последний раз доложили, что деньги не выделены. После чего я сам поставил вопрос перед правительством Киева, вовремя выделить через казначейство эти деньги, которые пришли на эту поликлинику. Это было наше обещание людям, проживающих линии, где и так очень много социальных проблем. Но при всем том, что у нас есть совершенно другая политика, у нас есть чистое руководство УВД, у нас есть руководство области, которое занимается этими, берет на контроль, чтобы не только здесь, по всей Украине мы боремся, чтобы этого не было. Как у нас со спиной могу тоже самопроизойти вот в этом знании, просто меня волнует, интересует. И я просто хочу спросить у Советника областной администрации, главы, господина Орезникова Владимира Владимировича. Я у меня тут бумага, которая, значит, общая сумма 10 миллионов гривен, которые вы визировали? Да, визировали. Значит, полномочия, чтобы визировать, вы имеете на это? Нет, конечно. Я почему визировал? Я голосовался только одним стремлением, чтобы поликлиника была достроена. А как она может быть достроена, если там деньги брали за то, что она там работу не выполнила? Там обговаривали, что в течение нескольких месяцев работа будет закончена. И, соответственно, как бы в этом случае сумма там ушла бы наверх, и там поликлиника была бы опять не достроена. И там 20 лет, как все было, так не было. А как полтора миллиона взяла в марте, когда поликлиника была бы достроена? Я не в курсе, там никаких договоренностях, и вы там поймите меня правильно, я голосовался только одним стремлением, чтобы для людей там, наконец-то, через 20 лет была достроена поликлиника. Больше ничего. Знаете, как вы делаете, вы мне говорите, что вы не имели полномочия подписывать, визировать. Вы это визировали. Я четко знаю, что эта марчинка не смогла бы взять деньги, если бы не было визирования со стороны кого-то в администрации. Сейчас он мне расскажет, что вы бесполномочия визируете. И вы это мотивируете там благими намерениями. Извините меня. Или вы очень-очень наивный человек. Сколько лет уже работаете в вашу сумму? Достаточно долго. Или вы очень-очень наивный человек, или вы меня держите за дурака. Нет, нет, иначе мне не понятно. Что под носом, нелегально, вы подписали это, благородствуясь, руководствуясь браками, и даже не заинтересовались, что там могло за этим стоять? А за этим стояло, что полтора миллиона гривен сюда, или сколько там зашло, и распределялось здесь в кабинетах? У Сакашули за спиной? Я не буду, прости, а у меня за спиной? И это называется антикоррупционная политика, и это называется контроль, и это называется администрирование, и это называется руководство. Во-первых, вы уволены. С руководства, с поста там, или там, какого-то советника. Во-вторых, я хочу попросить прокуратуру и УВД заняться вот этим человеком. Какая у него была мотивация высокая, что под его глазом, когда меня не было в администрации, я ездил, когда не было других совместителей в администрации, каким образом здесь это происходило? Между собой, договорника тут не будет, все пусть знают. Я не допущу, чтобы ни в Одесской администрации, ни в Одесской, в любой мере, ни в целом по стране, были люди, которые одни подписывают то, что им не позволено, а другие на этом зарабатывают, и, наверное, делятся с тем, которые им в этом помогают. Вот, кто с кем поделился, это надо, кто бы здесь не было, в этой комнате, всеми я прошу заняться. Я очень злой. Я просто, просто, просто был бешен, когда я, потому что я знал, что операция готовилась. Некоторых людей руки чесались. Я до конца не мог поверить, что они настолько, настолько они вредные, как их-то люди, просто здесь, сидящих в этом здании. Я буду, я прошу провести все следы работы, обещайте все кабинеты, которые можно обыскать, выньте все документы взять, и допрошите всех, которых я очень вас прошу, потому что сейчас, как никогда, мне нужна помощь у честных людей, у прокуратуры и ввода, чтобы это здание очистить. Мы пришли, от тараканов очистили, в первые дни. От тараканов очистили, тараканов тоже было много. Но вот от этих не очистили. А это гораздо важнее. Я не знаю, чем еще опрыскивать, чтобы от них очистить.